Организация Персе установила, оставила жителей Уснеры без воды и канализации. Тепло на объекты ООО Персе начали подавать теплоэнергетики. На данный момент подключено 6 септиков, еще 5 находятся в работе. Компания Персе обслуживает более 3 тысяч жителей Эмиконского улуса. Всего в Уснере проживает порядка 5,5 тысяч человек. Продолжит Светлана Поцелуева. Данная ситуация сложилась в первую очередь из-за нерегулярных выплат, из-за задержки постоянной от агентства субсидий. Сложился долг перед теплоэнергосервисом за отопление в размере 710 тысяч рублей. Этот долг был погашен 28 сентября. У нас есть федеральный закон, где говорится, что в течение 48 часов после оплаты они обязаны были меня подключить обратно к теплоэнергии. Собственно, этого не произошло, даже больше. Наоборот, все происходит. Искусственно затягивается этот процесс подключения. Жаль, что видеосъемка не может передать всех ароматов тех мест, где мы побывали. Здесь просто течет зловонный ручей. А здесь разлив скоро не охватишь взглядом. Производится работа по восстановлению трубопрода напорной канализации. Почему произошла разморозка? Он был совместно проложен системой подачи отопления на объект КНС. Отопления не было, соответственно, при минусовых температурах. Все, он встал. Произошла разморозка. Сейчас восстанавливаем. К слову сказать, задолженность перед теплоэнергосервисом за потребленную теплоэнергию Персей, предприятие, обслуживающее напорную канализацию поселка, погасил 28 сентября. Сегодня уже 10 октября, но ничего не изменилось. Спор между двумя предприятиями о Персей и о теплоэнергосервис делится сначала ремонтной кампанией. Теперь, когда с каждым днем температура наружного воздуха все ниже, логичнее было бы общими усилиями спасать ситуацию и не допустить полной разморозки оборудования и сетей, а уже потом искать крайнего. Светлана Поцелуева, Павел Комин, НБК Саха, УСНР.